Сегодня компания ТВ-Энерго совместно с главным управлением МЧС, Тувы, городской мэрией и Министерством топлива и энергетики республики провели массовые учения. По замыслу организаторов, из-за ухудшения погодных условий с усилением ветра произошел массовый обрыв проводов и падение опор. Без электроснабжения остались Зунхемческий, Чедыхольский, Тандынский, Кызылский, Чахольский, Улухемский районы и часть Кызыла. В том числе две больницы, 13 школ, 10 детских садов и 13 объектов водоснабжения. Под отключение попало около 20 тысяч человек населения, поэтому мы проводим такое учение. От МЧС России задействована оперативная группа, работает межзведомственный оперативный штаб. На базе главного управления проведено координационное совещание. Для оказания содействия в практических мероприятиях главным управлением выделяется техника связи. Это мобильный узел связи, комплекс информирования населения. Также для обследования воздушных линий электропередач на большом расстоянии задействуется комплекс беспилотной авиации. При ликвидации последствий разгула стихии энергетики должны действовать по четкому алгоритму. Провести осмотр энергообъектов, выявить поврежденные участки, расчистить места аварий от снега. Затем по согласованию с муниципалитетом подключить важные социальные объекты к энергоснабжению с помощью дизель-генераторных установок. В это же время энергокомпания переводит в усиленный режим работы центр обслуживания клиентов. На данный момент мы из имеющих наших 14 дизель-электростанций, мы 13 вывезли непосредственно по местам проведения аварийно-восстановительных работ. Соответственно, это 3 дизель-электростанции 200 кВт и 10 дизель-генераторов 100 кВт. Одну дизель-электростанцию поставили у себя на непосредственно диспетчерскую службу, чтобы в случае потери электроснабжения мы могли оперативно отрабатывать взаимодействие с органами власти, с смежными организациями. Всего в учениях приняли участие более 100 человек, 28 бригад и 58 единиц техники. Кроме того, на помощь ТВ «Энерго» пришли и две бригады из энергокомпаний Хакасии и Красноярска. Так, по плану, ликвидация технологического нарушения должна закончиться сегодня не позднее 19 часов. Насколько эффективно и слаженно сработают все участники тренировки, станет известно уже сегодня вечером.